МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+. В студии Милена Червякова. Коротко о главных темах выпуска. Нежданные дожди обрушились на города Заполярья. Переходим на работу с утра, открыть магазин. И тут получается вот такая вот фигня. В Мурманске из-за капризов погоды вода заливала подвалы, а на линиях останавливались троллейбусы. Узнаем, стоит ли ждать улучшения погодных условий. Мурманские рыбаки поймали рекордное количество мойвы, но выделенная национальная квота все равно не освоена. В чем причина? Когда в норвежеской зоне мойва идет, нам сложнее за ней следовать. Почему в одних магазинах мойва стоит 100 рублей, а в других около 300? Останется ли квота такой же в следующем сезоне? Узнаем ответы у специалистов. Перепланировка в квартире. Что можно, а что нельзя. В нашем же доме заставили демонтировать и обратно перенести стояки холодной и горячей воды. Расскажем о новых правилах согласования перепланировок в квартирах и как сделать ремонт, не нарушая закон. В этом году у нас будет открыта еще одна трава, об этом мы поговорим 11 числа и как раз хотели бы пообсуждать это. Новые экскурсии, интересные проекты, исследовательские работы, посвященные северной природе. В эти дни Пасвик принимает большую научную конференцию. В Мурманскую область пришел циклон Ванесса и принес с собой заметное потепление. Нежданные дожди обрушились на многие города Заполярья. В Мурманске из-за капризов погоды на дорогах и во дворах начали образовываться внушительные лужи. Вода проникала в подвальные помещения, заливала торговые точки. А на одной из линий даже встали троллейбусы. Подробнее в городском репортаже Данила Скуратова. Традиционно после ливней плохая ситуация с дорогами на Подгорной. Чтобы вы понимали, здесь вода достигает примерно половины колеса. Спецслужбы, конечно, попытались как-то справляться с этим. Например, вот здесь вот прямо около меня открыта ливневка. Улица Подгорная пользуется дурной славой у запулярных автолюбителей. Например, в апреле прошлого года пассажирский автобус провалился колесом в одну из ям. В целом из-за резких перепадов высот и неудовлетворительного дорожного полотна ДТП здесь редкость. Сейчас плохая погода стала причиной очередной пробки. А в Нагерове Североморцев 31 ситуация еще хуже. Чтобы вы понимали, если на Подгорной люди выходят время от времени, то это двор жилого дома. Здесь глубина примерно 15-20 сантиметров. Даже местами проваливаются еще глубже. Конечно, невозможно не позавидовать вот этим прекрасным автолюбителям, которые ставят здесь машины. С утра их ожидал явно сюрприз. Ну и, по словам местных жителей, ливневки им приходится пробивать самим. В соцсетях стали появляться посты о протекающих в торговых центрах крышах. Ударила стихия и по небольшому бизнесу. Например, досталось одному из магазинчиков на улице Володарского. Вот, приходим на работу с утра, открыть магазин. И тут получается вот такая вот фигня. Потребовались резиновые сапоги. Короче, праздник не удался с сегодняшнего дня, скажем так. На просьбы о помощи управляющая компания оперативно не отреагировала. Предпринимателям пришлось покупать насосы и откачивать воду самостоятельно. А вчера вечером в Мурманске встали троллейбусы. По словам работников электротранспорта, видно и всему сгоревшие из-за дождя и соли изоляторы. Кто помнит, у нас зимой в течение там нескольких дней тоже вот типа коллапса было, который мы связали совершенно правильно с обработкой дорог с солью. Потому что на изоляторах, вот на таких пряжечных изоляторах, шло прямо отложение. Заменили порядка 500, даже больше порядка 700 изоляторов. Но их тысячи. То есть, если это делать, это, во-первых, и достаточно дорого, но мы это будем делать. Тепло в Мурманскую область принес циклон Ванессы из центральной части России. В конце марта и начале апреля похожие климатические явления наблюдали в Карелии. Однако до нас они не добрались. Вчера в Мурманске достаточно интенсивный дождь прошел. Выпало, дождь начался где-то часов 17. До 21 часа выпало 6 мм осадков. Это примерно пятая часть месячной апрельской нормы. Осложнилось все это тем, что до этого у нас месяц практически снег не таял. У нас был такой теплый период в конце февраля-начале марта. И потом установилась полностью зимняя погода. По прогнозу синоптиков, апрель в ближайшее время закончится. Северян ожидает прохладная погода вплоть до минуса на следующей неделе. А случившееся эксперты называют превью весны. Как сообщают в администрации Мурманска, мониторинг городских объектов и противопаводковые работы проходят в штатном режиме. В первую очередь контролируется пропуск талых вод через водопропускные трубы на Варничном ручье и реке Роста. Сотрудники управления дорожного хозяйства расчистили от снега и мусора водозаборные узлы и решетки. Течению воды ничего не мешает. По оценкам специалистов, ее уровень в водоемах соответствует норме. Совсем иная ситуация сейчас в Оренбургской области. Вся Россия в эти дни объединилась для помощи пострадавшим от наводнения в этом регионе. В рамках акции «Север помогает» неравнодушные жители Кольского Заполярья могут принести необходимую гуманитарную помощь. В пунктах сбора волонтеры принимают продукты питания, предметы личной гигиены, бытовую утварь, вещи и постельные принадлежности, медикаменты. Адреса участка в своем городе вы можете узнать, отсканировав QR-код на экране. 5 апреля на дамбе, которая защищала Орск от реки Урал, произошел прорыв. По данным правительства Оренбургской области, сегодня самая сложная паводковая обстановка в Орске. Подтоплено почти 7 тысяч жилых домов. Из затопленных домов эвакуировано около 2,5 тысяч человек, в том числе свыше 700 детей. По итогам марта Мургманский рыбный порт достиг рекордных показателей. Как сообщают в пресс-службе предприятия, объем перевалки составил 31,5 тысячу тонн, а грузооборота почти 48 тысяч. Сравнимый результат, но с меньшими показателями, в последний раз достигался в 2015 году. Рекорда удалось достигнуть во многом благодаря моеве, добытой заполярными рыбаками. Мойвиная путина в Баренцевом море завершилась, и уже можно говорить о результатах. Улов наших рыбаков превысил 50 тысяч тонн. Тем не менее, выделенная федеральная квота более чем на треть осталась неосвоенной. В чем причины? Останется ли квота такой же? И почему в одних магазинах моева стоят 70 рублей, а где-то больше сотни? Ответы у Юрия Монакова. В Мурманской области завершилась мойвиная путина. Российские рыбаки в Баренцевом море выловили свыше 50 тысяч тонн из общего объема национальной квоты в 78 тысяч тонн. Такая цифра стала самой высокой за последние 10 лет. Ранее промысловики выражали опасения, что этот объем не получится освоить. Опасения были оправданы. И здесь несколько причин. Дело в том, что освоение объема, те же 50 тысяч или 70 тысяч, зависит от двух факторов основных. Это, соответственно, условия года, то есть где рыба идет, скажем, в нашей зоне или в норвежской зоне, и количество выставленных судов. В этом году количество судов было достаточным. Когда в норвежской зоне мойва идет, нам сложнее за ней следовать. Почему? Потому что она заходит в норвежские воды, где она нам недоступна, или закрытые районы. Плюс там больше норвежских судов. Согласно нынешней редакции федерального закона о рыболовстве, если компании в течение двух лет осваивают меньше 70% квоты, они ее могут потерять. На профильном комитете Мурманской областной думы предложили изменить это требование. Я инициировал данное обращение в Госдуму, в Совет Федерации, в адрес премьер-министра Мишустина, ну и по всем инстанциям, кто влияет на ситуацию. Хотя бы мораторий на время вот этого напряжения международного, потому что с увеличением времени на переход, понятно, люди выпадают с промысловой обстановки, к этому добавить погодные условия, осенне-зимний период, то есть очень сложно. Пока парламентарии решают вопросы ближайшего будущего, нынешний улов Мойвы поступил в Порт-Мурманска, откуда примерно 40% разойдется по другим регионам. В основном это Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край. Отпускная цена от промысловиков на оптовом рынке достаточно низкая – 60-70 рублей. Мойва не случайно считается народной рыбой. Но продавцы добавляют стоимость своей издержки, поэтому не секрет, что на прилавках некоторых магазинов рыбу можно увидеть по 100-200 рублей за килограмм. В некоторых магазинах я вил по 129 рублей. Ну, здесь тоже понятно, когда магазин берет, может быть, он не напрямую рыбу покупал, а, скажем, у сетевых там или плюс доставка какая-то может быть. Но опять-таки 129 рублей – это, конечно же, не 250 и не 300, которые вот… Ну, это я вил в Кандалакше, по-моему. Но еще раз говорю, что рыбаки продавали меньше 100 рублей. Каждый год в августе-сентябре ученые считают, сколько мойвы потребуется для пропитания трески, тюленей, китов. И потом решают, можно ли ловить народную рыбку и в каком количестве. Пока остается только гадать, какую квоту предложат российским промысловикам в следующем сезоне. Юрий Монаков, Владислав Хрущев, ТВ21+. Тем временем в Мурманске задержали очередного браконьера. Мужчина готовил к продаже около 500 килограммов клешней камчатского краба. Незаконную сделку остановили сотрудники пограничного управления ФСБ. В гараже у мурманчанина нашли холодильники с незаконно добытым морским деликатесом. Всего около 600 комплектов конечности краба изъяли оперативники. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 4 миллиона рублей. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренное статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. А уголовное дело в отношении кировчанина, обвиняемого в убийстве знакомой, уже направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет. По версии следствия, в январе этого года 32-летний северянин поссорился со знакомой у себя в квартире. Когда женщина заснула, обвиняемый нанес ей множественные удары ножом в область спины, шеи и грудной клетки. Женщина скончалась на месте. Трагедией завершился и сегодняшний пожар в одном из домов в центре Мурманска. Погибла одинокая пенсионерка. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на Ленина, 78. Здание носит статус объекта культурного наследия. Как пишут в социальных сетях, на место происшествия пожарных вызвала соседка. Огнеборцы вынесли пожилую женщину из объятого дымом жилья. На кадрах видно, как специалисты скорой помощи борются за жизнь пожилой женщины. Однако, по информации регионального МЧС, спасти ее не удалось. На данный момент пожар ликвидирован. Позитивно закончилась история о мошенничестве, жертвой которого оказалась пенсионерка из Заполярной столицы. Мурманским полицейским удалось не только задержать курьера аферистов, но и вернуть женщине похищенные деньги – почти 700 тысяч рублей. Любителем незаконного заработка оказался 18-летний студент. На него завели уголовное дело. Звонок от мошенников пожилой женщине, а дальше беседа по уже знакомой схеме. Мол, ваш сын стал виновником ДТП, но родственники пострадавшей стороны готовы урегулировать вопрос за определенную сумму денег. Женщина, испугавшись за сына, поверила словам злоумышленников и сообщила о накопленных средствах. Спустя некоторое время к северянке пришел молодой человек и забрал больше 6,5 тысяч евро. Курьером оказался 18-летний студент из Мурманска. Уже позже, созвонившись с сыном, пострадавшая выяснила, что история про аварию – вымысел. В результате разыскных мероприятий оперативники установили личность курьера. Молодой человек не успел перевести деньги координатору преступного бизнеса. Выманенные обманом средства вернули сыну пострадавшей. В отношении курьера возбудили уголовное дело. На его счету два эпизода преступной деятельности. Элина Шагенова, ТВ21+. Вы смотрите новости на ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. С апреля оформлять перепланировку в квартирах нужно по-новому. Вступили в силу поправки в ЖК страны и соответствующий федеральный закон, который поясняет, что именно считается перепланировкой и как эти работы нужно согласовывать. Элина Шагенова пообщалась с экспертами и готова рассказать о нюансах этой процедуры. С 1 апреля 2024-го любое изменение в конфигурации квартиры считается перепланировкой. Перенос стены, добавление окна, увеличение дверного проема будет квалифицироваться как изменение границ и площади жилья. А выделение и отгораживание в квартире уголка под гардеробную как образование нового помещения. Все эти работы по закону нужно согласовать. Это был коридор, где мы находимся. Здесь был встроенный шкаф. Соответственно, мы демонтировали встроенный шкаф, объединили вместе ванную и туалет. О ремонте Надежда Белова мечтала много лет. Хотела поменять пол, обновить стены, а главное – расширить площадь санузла. Масштабные изменения хозяйку не пугали. Опыт с перепланировкой уже был в предыдущей квартире. Правда, и тогда, и сейчас без помощи не обошлось. Я вам сразу скажу, что я даже не пыталась самостоятельно это сделать, потому что я понимала, что это все-таки госучреждение. Там существуют какие-то, наверное, определенные правила, к которым надо вникать. Поэтому предпочла сразу обратиться в проектную организацию, где мне разработали несколько вариантов проекта. Надежда по опыту знает – прежде чем обращаться к дизайнеру и заниматься разработкой интерьерных решений, нужно составить проектную документацию, чтобы все задумки с технической и нормативной точки зрения можно было воплотить в жизнь. Мы хотели перенести стояки холодной и горячей воды. Нас в ЖЭУ сразу предупредили, что эти стояки мы переносить не будем. И никакая организация вам не разрешит их перенести, потому что падает давление в квартирах ниже, плохо поступает вода. И привела мне простой пример, что буквально за несколько месяцев до нашей встречи в нашем же доме заставили демонтировать и обратно перенести стояки холодной и горячей воды. Между замыслом сделать перепланировку и его реализации без бумажной волокиты не обойтись. Независимо от того, согласовываете вы изменения сами или через специализированную организацию, необходимо собрать пакет документов, среди которых подтверждение права собственности, проект перепланировки и письменное согласие членов семьи. Дальше отправить их в орган местного самоуправления. Например, в Мурманске это комитет по жилищной политике. Ответ должен прийти в течение 45 дней. Только в случае положительного решения можно приступать к ремонтным работам. Впрочем, на этом процедура согласования не заканчивается. В прошлом, до 1 апреля, по окончании, собственник обращался туда же в администрацию с заявкой. Приходил специалист администрации, смотрел, что все сделано в соответствии с проектом. Далее готовил акт приемки. На этом, в принципе, процедура заканчивалась. И уже только по желанию собственника, то есть не было обязанности собственника обращаться за новым техническим планом и внесения изменений в ЕГРМ, в Росреестр. Теперь же, перед тем, как приглашать комиссию, собственник обязан обратиться к кадастровому инженеру для получения технического плана. Его также нужно направить в орган местного самоуправления с уведомлением о том, что работы завершены. Вот здесь как раз таки упрощается процедура, связанная с узаканиванием перепланировки органа местного самоуправления, принимая решение, принимая акт, обязан направить его в наш орган, в Росреестр. Что проще для граждан наших, нет необходимости в последующего обращения многофункциональные центры обращаться за государственной регистрацией. Окончанием процедуры перепланировки можно считать наличие выписки из Росреестра. Пренебрежение этим требованием чревато не только штрафами, но и необходимостью вернуть помещение в первоначальный вид. Проблемы могут возникнуть и в будущем при сдаче в аренду или продаже недвижимости. При продаже квартир с перепланировкой можно столкнуться с заморочками, со всякими различными, но в основном это вопрос покупателей, законны ли эти изменения. И зачастую, как правило, если они незаконны, то покупатель может требовать снижения цены у продаваемого объекта или же, скажем так, возведения или доработку по документам до сделки, чтобы все было законно. Ирина уверяет, на рынке недвижимости Мурманска квартиры с перепланировкой не редкость. Например, некоторые северяне жилье со стандартной планировкой 60-х, 70-х годов предпочитают переделывать, ведь смежные комнаты усложняют разделение пространства и нарушают личные границы. В Мурманске прошел финальный концерт четвертого сезона федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока». На сцене филармонии выступили призеры и эксперты, детский сводный хор Мурманской области и уникальный сводный детско-юношеский симфонический оркестр Мурманской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Музыка объединила три региона северо-запада – Санкт-Петербург, Ленинградскую и Мурманской области. На сцене филармонии уникальный сводный детско-юношеский симфонический оркестр. Программа разнообразная и сложная – от Антонио Вивальди до Алексея Рыбникова. Это финальный концерт четвертого сезона федерального проекта «Музыкальные надежды». Его куратор – депутат Мурманской областной думы Анна Гришко. Ее инициатива стала победителем конкурса грантов президентского фонда культурных инициатив. К этому концерту мы шли пять лет, потому что это не просто концерт, это большой проект по созданию детско-юношеского симфонического оркестра. Отмечу, что создать такие коллективы могут единицы регионов. Мы очень гордимся, что у нас это получилось, потому что это и технически сложно, и много детей, и, конечно, соединить не просто в маленьком ансамбле, в дуэте, большое число детей – это очень сложно, потому что они еще небольшие, у них нет такого большого опыта. В рамках проекта именитые преподаватели федеральных музыкальных вузов проводили бесплатные мастер-классы, лекции, конференции для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманской области. Музыкальные надежды Арктики реализуются в регионе с 2019 года, а с прошлого года еще и на Дальнем Востоке. За время существования программы организаторы раскрыли сотни юных талантов. На итоговом концерте сезона вместе с детьми на сцене выступают и признанные мэтры. Мурманская филармония мне очень понравилась, я первый раз сегодня выступил. Хочу, конечно, возвратиться и выступить в более обширную программу, может быть, одно отделение, может быть, с кем-то, может быть, сольный концерт, очень светлое здание, потрясающий зал акустический. В этом сезоне призеры проекта из-за Озерска, Североморска, Мурманска, а также городов Камчатского края выступали на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Юные северяне исполнили сольные партии в сопровождении симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории. Такой шанс – мечта практически любого музыканта. Для участников проекта заполярные депутаты стали буквально добрыми волшебниками, подарившими им путь к мечте. Поэтому встреча с парламентариями – обязательная часть программы гастролей. Для музыкантов провели экскурсию в стенах областной думы, познакомились с ее историей, рассказали, чем занимаются и какие задачи выполняют законотворцы. Я очень рада, что мы, как законодатели, можем открыть двери нашей замечательной думы и рассказать в том числе о нашей деятельности простым, доступным языком ребятам и даже провести некоторые параллели между музыкальным творчеством и законотворчеством. Мы больше стараемся ребят нашей школы вовлечь, чтобы рассказать, чем занимается Мурманская областная дума в течение 30 лет. А если приезжают наши гости, как сегодня приехали дети из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вот прекрасно то, что Анна Гришко делает такой сводный симфонический оркестр детский, будет выступать на площадке нашей филармонии. Леонид Макаров в проекте «Музыкальные надежды Арктики» принимает участие впервые. Он один из музыкантов сводного детско-юношеского симфонического оркестра. Парень играет на Альте. А этот проект для меня что-то очень потрясное, что-то новое. Проект организован просто отлично. У нас почти не было никаких запинок, мы доехали сюда без происшествий. Сейчас это огромное событие для детей, для преподавателя. Это вызов, это уникальный проект, масштабный. И мне очень радостно, что проект растет. Растут и границы у проекта, и растут возможности, возможности как для преподавателя, так и для подрастающего поколения. Кроме того, встречу приурочили к юбилею Мурманской областной думы. В декабре ей исполнится 30 лет. За 30 лет депутаты Мурманской областной думы приняли почти 3000 законов и больше 16,5 тысяч постановлений. Благодаря их работе в Государственную думу внесли 115 законодательных инициатив. Кирилл Горпиняк, Владислав Хрущев, Максим Кравченко, ТВ21+. Сохранение природы, восстановление территорий после антропогенного влияния, экопросвещения и туризм. Сегодня эти важные вопросы волнуют многих. А для того, чтобы общение человека с природой было созидательным, нужны знания, научные исследования и просветительские проекты. Именно об этом говорят участники большой научной конференции в Пасвике. Познакомились с ее работой корреспонденты ТВ21+. И Нина Морозова продолжит. В заповеднике Пасвик большая научная конференция. Проводится она уже во второй раз. И в этом году распланирована на 4 дня. Будут интересные встречи и круглые столы по вопросам экопросвещения, туризма. Свои исследования представят ученые. Но обо всем подробнее. Встреча в Никеле – повод обменяться мнениями. Вопросы сохранения природы сегодня волнуют не только представителей заповедного дела. Среди участников конференции – представители Кольской ГМК. Более 20 лет компания поддерживает заповедные территории, соседствующие с предприятиями. Это и мониторинг окружающей среды, и создание туристической инфраструктуры, волонтерская помощь, реализация просветительских проектов, поддержание биоразнообразия, например, создание на базе Пасвика Центра реинтродукции Европейской жемчужницы. Основная, или одна из основных задач – это, естественно, чтобы восстановление природы шло, чтобы и жители прилегающей территории чувствовали себя в комфортной среде, и туризм развивался, ну и чтобы жители регионов, студенты, опять же, вернусь, возвращались туда, так как среда здесь становится более комфортной. То есть такая комплексная программа. Заповедник Пасвик находится в Печенском округе. Он и самый молодой на Кольском полуострове, и самый охраняемый. Его территория – долина реки Пас – это граница России и Норвегии. В жизни соседних городов, Никеля и Заполярного, заповедник активно участвует. Это и изучение хрупкой северной природы, акции по сбору пластика, создание маршрутов. В этом году у нас будет открыта еще одна трава. Об этом мы поговорим 11 числа. И как раз хотели бы пообсуждать это и с местными жителями, и с туроператорами, и с методистами, и с людьми, которые занимаются иммерсивными экскурсиями, классическими экскурсиями. То есть что можно как применять, как можно улучшить. Вот это то, что мы хотим сделать приятное и для местных жителей, и для туристов. Но нам хочется это сделать на высоком уровне. Гости конференции – ученые, сотрудники заповедников, студенты и экологи. Группа профессора Ольги Хлебосоловой из Российского государственного геолого-разведочного университета представила книгу «28-й элемент. Дневник экспедиции. Открываем Россию заново». Яркий рассказ от лица студентов о научном познании севера. Впечатления, которые вы здесь можете прочитать, это молодежь, все, что она думает о регионе. То, что мы вместе с ними, какой мы подготовили и какой мы хотим видеть эту территорию. Александр Дьячковский, директор заповедника Усть-Ленский. Прибыл из поселка Тикси, что находится в Якутии. Преодолел более 5000 километров и 6 часовых поясов. Говорит, общение людей, сохраняющих природу Арктики, это и поддержка, и взаимодействие столь различных территорий, обмен опытом, например, по организации познавательного туризма. Научно-познавательный туризм подходит заповеднику, и с этого начать. Поэтому мой приезд сюда, в Мурманскую землю, отрадно тем, что мы здесь смотрим, какой прекрасный визит центр, мы тоже должны стремиться. В Тикси тоже условия у нас сейчас улучшаются. Научная конференция в Пасвике продлится до 12 апреля. Впереди встречи по просветительским и туристическим проектам. К диалогу организаторы приглашают всех желающих. Стать участником конференции можно и онлайн. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать в группе Пасвика ВКонтакте. Янина Морозова и Максим Кравченко, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru, на нашем YouTube-канале и в социальных сетях TV21, в Одноклассниках и ВКонтакте. Телефон редакции 400-800-70. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Заполярье по данным Мурманского гидрометцентра. В Кандалакше завтра без осадков до плюс пяти. В Умбе переменная облачность. В полярных зорях до плюс трех градусов. В Апатитах плюс два, плюс четыре. В Кировске до плюс двух, осадки. В Кавдоре переменная облачность до плюс четырех. В Мончегорске ноль, плюс два. В Лавозере до двух градусов со знаком плюс. В Валенегорске осадки до плюс двух градусов. В Никеле также ожидаются осадки до плюс трех. В Заполярном до плюс двух градусов. В Североморске ноль, плюс два. Осадки. В Мурманске также ожидаются осадки до плюс двух градусов. Это были новости на ТВ 21+. В студии была Милена Червякова. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!